Всем добрый вечер! С вами такой своеобразный и необычный дуэт в лице Вова Михайловского и Никиты Петрова. Мы попытаемся заграть тематический матч в рамках новой рубрики, а именно дебют по жеребьевке или еще какое-нибудь умное название, которое мы, возможно, придумаем в будущем. Суть рубрики заключается в том, что мы играем матч против Вовы, я играю против Вовы, с контролем 3 минуты плюс 2 секунды после каждого хода на шахматной планете. 6 партий, как я уже говорил. И дебют в каждой из этих 6 партий, он будет определяться с помощью одной жеребьевки, которая будет произведена перед началом матча, которую вы буквально через несколько секунд увидите. Перед началом матча мы с Вова выбрали по 5 позиций, которые возникают после 5 ходов в популярных дебютных вариантах. И сейчас с помощью подбрасывания монетки мы определим, кто из нас будет первым исключать позиции из этого списка. В результате мы будем убирать по одной позиции, и та, которая останется в конце, будет тематической для нашего матча. Ну, Вова, я думаю, ты можешь поприветствовать всех моих и твоих зрителей, сказать, что ты думаешь по поводу этого формата, и мы приступим. Всем привет. В принципе, Никита предложил этот формат. Мне кажется, он довольно-таки интересный. Ну, и попробуем сыграть. Так, и теперь давай кинем монетку. Да, но поскольку у нас 10 позиций, то один из нас будет убирать 5 раз, а другой 4 раза, прошу прощения. Это небольшое преимущество для одного из нас, и чтобы сделать все это честным, мы воспользуемся старым добрым сайтом, которым обычно мы пользуемся с Кириллом. И ты можешь выбрать сторону монетки. Ну, давай, у меня будет орел. Сейчас проверим, кто из нас более везуч. Я более везуч, никто не сомневался. Сейчас Вова сомневался перед началом записи этого видео, что этот сайт может выдать орла. Отброшу еще раз и покажу, что орел все-таки возможен. Орел возможен. И теперь можно, наконец, приступить к выбрасыванию ненравящихся нам позиций. Скажу, что верхние 5 принадлежат мне, скажем так, нижние 5 Вове. И было бы логично начать с того, чтобы убрать какой-нибудь из позиций Вовы. И, наверное, в шотландке с конца 3 надо не бывать. Теперь твоя очередь. А с вами можно выбирать? Может, можно, конечно. Но не буду. Так, я тоже самую левую, короче. Найдерг. Найдерг не состоится. Теперь у меня тяжелый выбор. Мне чрезвычайно не хочется играть любую из 3-4 позиций, но я и не буду их играть. В крайнем случае я могу выбрать все 4 просто. Это было большое преимущество выиграно в жеребьевке монеткой. Ладно, итальянка, по-другому, будет слишком скучна, поэтому ей тоже не бывать. Я в какой-то степени могу выбрать любую из 3-4 позиций. Да, и любую из 3-4 даже. Так, ну что ж. Ну давай уберем Харакан, я его совсем не знаю, но не черт. Приятное для меня решение, потому что я его тоже совсем не знаю. У тебя тоже есть один Харакан. Пока его останутся, потому что я играл, это вариант за оба цвета. Надо думать, какую из этих позиций. Это не обогады у вас всех здесь 7, а это новоиндийка, причем довольно приятный для белых вариант. Мне это не нравится, мне кажется, что в этой позиции у белых перерез, поэтому то есть это дисбаланс. По-моему, я его зачеркнул. Я это все время за чертах играю. Ну я знаю, но плюс равно как бы. Пусть. Ладно. Так, теперь я выбираю, что убрать. Так, какие позиции. Даже не знаю. Да, довольно-таки сложный выбор. Потому что это почти никакие позиции. У нас остается славянка, острый вариант антимосковский или московский. Понятно, убираем. Убираем славянку? Потому что я получил меня и лучше. Ну, предполагает, что все позиции, которые я выбрала, должен знать лучше тебя, а ты все нижние позиции лучше меня. И... сейчас сложный. Ну, по целому... Не знаю. Меня уже устраивает любая из четырех. Они все достаточно интересны. Свою. Чёрт. А, что-то признал от прибыли. Если что, жирать. Ты можешь убрать свою. Потому что если ты ее не уберешь, я ее уберу все равно. Это понятно. Ну, надо думать. Убираем славянку. В спалке ты меня будешь долго и больно перекатываться. А, с ту позицию я хочу чуть-чуть. Короче, убираем славянку. С славянку. Жаль. Не будет троя каракана сегодня. Играем мы каталон. Полузакрытый каталон, который возникает после хода сном-б4. сейчас мы сделаем небольшую паузу в нашем видео. Закончим, скажем так, с организационными моментами и уже совсем скоро начнем наш матч. И мне кажется, надо сделать еще последний, совершить последний элемент жиребьевки. А именно, мы играем 6 партий, но кто-то должен начинать белым цветом. И вернемся к нашему старому доброму сайту. А, я не знаю, что там кто-то герб будет сделать. Да, это обидно, поэтому доверим ся богам рандома. Оставайтесь с нами. Пока, ползина. И, наконец, начинается начинается наш тематический матч на каталон с хода в слон-б4, который был выбран в результате такой вот своеобразной жиребьевки, которую вы видели несколько минут назад. И первой партии мне выпало играть белыми. Д5 должен во вас играть. Выиграет d5, слон b4, слон d2 и слон e7. Я пойду слон g2. Ну, для тех, кто не знаком слонкостям этого варианта, скажу, что ход слон b4 направлен на то, чтобы в случае закрытых построений за черный белый слон не выходил на поле на b2, на котором он смотрится намного лучше, чем на d2. То есть черный таким образом обозначает, что на самом деле ход слон d2 не то, что не полезен, он вообще вейден, и слон на c1 стоит лучше. Так это или не так, это вопрос, и, наверное, наш сегодняшний матч покажет ответ на этот самый вопрос. Сыгра на 2-0, и вов задумался. Насколько мне известно, черный могут играть c6, могут играть b6, могут играть dc. Вовы играть dc. Здесь на феркс2 есть интересный ход b5, поэтому, наверное, пойду феркс4. То есть в позициях слон на c1 черный обычно здесь играет a6 на феркс4 и b5, но в целом для вот этого варианта да, слон на 2 стоит хорошо, поэтому его выиграет по-другому. Слон d7, я, конечно, забираю пешку и слон c6. Интересное решение. Мне кажется, что у белых должен быть перец, потому что у белых нет пешки на a4, а у черных нет пешки на a5, как это бывает обычно в таких структурах. То есть по идее обычное спокойное развитие должно здесь не обеспечить небольшое давление. Ну, как обычно в Каталонии у черных крепкая позиция и чего-то серьезного добиться будет нелегко. О, видимо, ведет коня на b6 потом на d5, поставлю ладью по центру. Сильно плохо от такого хода быть не может. Ну, да, признаю откровенно, что мог быть выбрать дебют и поинтересней, но и тут есть свои как тактические, так и стратегические нюансы. Для c8, видимо, может, Вова вообще хочет взять на f3 и провести c5, мне отравляется с трудом. Довольно загадочный ход ладья c8. Отвечу не менее загадочным ходом ладья c1. Не очень понимаю, как Вова может воздержаться здесь от того, чтобы сделать как в тот или иной момент ход кунь b6. Но пусть покажет. Вова показывает, что это действительно возможно, играет конь e4. А, то есть идея хода ладья c8 была в том, что теперь после конь e4 с e4 не висит на c7. Хотя, если честно, без ладья на c1 там в любом случае не висело. Конь e4. Получает Вова, наверное, примерно такую позицию, какую ему и хотелось бы получить, сильно напоминающую новоиндийскую защиту. Как мне попытаться тут надавить на черных? Не совсем ясно. Конь и 5 не сыраешь, что черные заберутся темплом, да ей там вряд ли будет хорошо. Хотя будет закон d2 простого. да, непонятно. Можно порвать first d3, second c3 bc и потом c4. Тоже выглядит неубедительно. Да, ну в минимальном сделаю какой-то простой ход слон f4 слон d2 в любом случае стоит не оптимально. На f4 он расположен лучше. Но может быть ход на c1 был слишком мягкий, я продешевил и выпустил перевес, если он вообще был в той позиции. Ждать либо хода конь f6, либо хода конь c3. Оба варианта вполне возможны. Единственная надежда в этой позиции заключается в том, что слон c6 все-таки пока стоит не оптимально, его может быть не так легко убрать, потому что пешка на c7 в рентах подвисает. То есть даже если его возьмет, приведет коня, который он полетит d5 или e4, в целом может быть это не избавит черных от всех их затруднений. Но посмотрим. Смотрим на реакцию на его соперник. Слон d6. Нет ли тут хода конь e5? Наверное все же нет. Хотя здесь это уже более открытый вопрос. Да, может если не играй конь e5, то его может решить все свои проблемы в основном f4. В то же время конь e5 не сыграешь все равно. Да, неприятно, времени совсем нет. Пойду все-таки конь e5. на самом деле рискую постепенно получить похуже. Вон неплохо разобрался в позиции. Можно просто сыграть конь 4 даже. Или предварительно выбить слоном на e5. Единственное что не надо делать это брать конем на e5. Это после d6 связка достаточно мертвая. Да, слон e5 сыгранная. Ладно кем брать даже. Попробую взять конем на e4. Слон d4 e6 попытаюсь сделать вид что у меня есть преобладание в центре. Как бы сейчас черные не провели c5 и белые не получили худшую позицию в результате. Слон d5 ферз c2 Слон хочу пойти e3 может быть b4 каким-то образом затормозить продвижение c5. времени у белых как обычно бывает в наших матчах очень мало. Но правда в этот раз и у черных его не то чтобы завались. Херзь h4 сыграно пойду e3 c5 быть очень аккуратно может c5 вообще проходит c5 ну да я чувствую что здесь будет сильный цвет нот обоюдный иду к g3 снимаю напряжение в позиции ну да белая конечно ничего здесь не имеет можно взять c5 например я планировал ход ферзь e2 но это не игра не борьба за перерез да сыграя ферзь e2 конь e2 ed и здесь конь d4 вообще белые фигуры расположены чуть-чуть активнее может быть что-то удастся извлечь когда к тому в нашем предыдущем матче был похож эндшпиль все-таки не удалось немножко прихватить вову вариант в том что у белых здесь не оптимальная структура да есть еще такой ход это очень неприятно придется играть конь e4 ну да здесь в белых совсем ничего нет подведу короля поближе к центру a3 не пуская коня в вариантах на b4 черный полностью уравняли может быть черный уже играет на победу в связи с чуть-чуть лучшей структурой но в принципе серьезных обоснований для их победы тоже нет ставлю коня d4 может хочу коня поставить на c6 не будущем на e5 в это понимает поэтому предварительно меняет ладь и я теперь заползаю получил какую-никакую инициативу но видимо ничего реального изглечить у меня не получится уберу ладью во избежание худшего и предложу ничью вов соглашается на ничью таким образом счет в матче после одной партии пол очка на пол очка получилась типичная для каталона борьба я получил маленький перерез вов играл очень гравотно провел все что нужно провести и уравнял но матч продолжится через несколько секунд продолжается матч против вовы михайловского напомним что у нас тема этого матча это каталон с ходом слон b4 и шах и бува рефлектор дагаял слон g2 но после этого через такой прорядок ходов не получается шаха на b4 да d4 вов сыграл теперь шах на самом деле обычно конечно подобное что он получается если белый играет d4 сразу и вот таких глупых неловких ситуаций не возникает по крайней мере в первой партии сейчас данная тоже сыграю dc интересно как сыграть во ферзь c2 или ферзь a4 все таки ферзь a4 немножко обидно потому что на ферзь c2 у меня была там интересная идея ну конечно немного придуманная b5 конь e5 ферзь d4 а здесь я сыграю даже не знаю есть еще помимо всего прочего есть интересный ход ферзь ферзь d5 и наверное я его приберегу для следующих партий а тут все таки пойдут c5 или пойти ферзь d5 вот не знаю конечно надо было позаботиться об этом выборе наверное заранее да попробую сыграть c5 на dc конь d7 тогда ты анализировал этот вариант и пришел какой же черный должен здесь держаться на ферзь c4 тоже конь d7 конь c5 то есть на конь c3 у черных есть ход e5 в этом идея варианта что подвисает слон на d2 то есть при слоне на c1 это все не проходило бы а теперь я хочу довольно гармонично расставить свои фигуры посмотрим что из этого выйдет как обычно стал по времени почти на 30 секунд недостаток варианта заключает в том что черный ферзь d8 в вариантах попадает под удары от белых ладей в общем то же самое можно сказать и про ферзиа c4 которые тоже расположены не лучшим образом задумался ферзиа c4 интересно как он отвечет тот редкий случай когда в наших с вовой партии получается небольшой перевязь по времени у меня действительно бывает не часто сыграя слон e6 такой ход не может быть плохим потому что он подграживал уже слон бьет f6 ферзь h4 потому что вово хочет пожертвовать фигуру ну я наверное проверю его замысел сыграя h6 и вово задумался может быть не стоило так быстро так играть не исключено что после слона 6 у белых по меньшей мере полная компенсация а может быть и нет с другой стороны у меня еще есть ход конь e4 помимо gh но он не выглядит очень убедительно конь e4 ферзь h5 g6 к сожалению нет из-за того что у белых есть ход ферзь e5 поддомогу взять на c3 bc взять на h6 конь e5 но у белых много пешек их позиция довольно привлекательна как не мере на первый взгляд интересно да-да-да ну попробую сыграть конь e4 ферзь h5 вроде бы ход единственный заберу на c3 ну и мне казалось что единственный ход bc надеюсь что это правда то есть идея в том что например на bc gh ферзь h6 черные как-то могут пойти слон e7 но ладья d1 ферзь e7 и это похоже на консолидацию меня больше смущает взятие центральной пешки например путем конь e5 в планах было ферзь d2 и может быть это неплохой ход но там есть свои нюансы прям белые могут пойти после этого сразу f4 выглядит достаточно опасно для меня попробую завести ферзя на d2 пока не я защищаю на f6 хочу пойти ферзь g5 нападая на c3 нападая на может быть на e2 в вариантах ход выглядит хорошо действительно ли он хорош может здесь показать только объективный анализ с помощью движка но f4 критический ход без него добиться милые явно ничего не могли да, но тебе грозит ферзь h6 грозит f5 сильно в общем лидца непростая для меня пойду ферзь e3 шаг наверное король h1 ход напрашивается и тут я думал сыграть кунь e4 но сейчас в этом уже не так уверен пусть будет грозить кунь f2 времени мало давайте попробую кунь e4 где f3 еще есть ход кунь f2 король g1 кунь f3 король f1 а король f1 матно же 1 ну по крайней мере в этом случае там будет ничья кунь e4 сыграно зря я так просел по времени разумеется потому что в позиции в этой позиции атакует именно Вова и у него большой пряменной запас чувствую что все это может плохо кончиться есть даже простой ход кунь тетри в принципе сохраняя большинство угроз ферзь f6 любопытно попытаясь привести сломан g7 будет отчасти укреплять позицию короля позиция в принципе очень сложная на слоне 4 конечно не проходит это ферзь 4 это шаг то есть надо смотреть на f3 там есть конь f2 может мне придется повторять позицию повторять ходы может быть не придется а кунь тетри не знаю что там есть ладья f2 это неприятный поворот придется убирать ферзя скорее всего на c5 все равно хочу пойти слон g7 или может быть уже слон бьет e5 даже кажется с обоим стоит рассмотреть ход ладья а на f1 так я забираю здесь забираю здесь и вроде ферзь успевает вернуться в оборону ладья f3 вроде как есть ход конь g5 вот это я подземнул правда есть может быть удар конь f2 конь g4 я не знаю к чему это все приведет сейчас ферзь f8 так ладья f8 все таки лишняя фигура у черных остается это приятно очень интересная тактическая перестрелка у черных шанс на победу может быть выигранная позиция но разобраться будет не так легко падающим флаги вова дает шаг наверное заберу еще одну пешку теперь однозначно решающий материальный перерез надо только следить за трюками с его стороны вот сейчас я g2 кстати выигрывал не успел сориентироваться на флаге ну и тут позиция должна быть неплохой сыграю король f6 и сыграю слон d5 и это видимо все да на его воздается и очень интересная партия может быть он в какой-то момент выиграл может быть я в какой-то момент выигрывал проще все это нам бы конечно анализировать с движком сразу после окончания партии я ничего не могу сказать по этому поводу не исключаю что вова сейчас знакомит вас с тонкостями этой партии но я пожалуй этого делать не буду матч продолжится в самые ближайшие секунды продолжается матч против вова Михайловского тот же самый вариант каталона разумеется g3 d5 d4 вот видимо есть некоторое подсознательное нежелание играть d5 потому что он в каждой партии задумывается но то же самое касается и меня на самом деле это слон g2 и на 2-0 наверное в принципе я готов повторить ту позицию сыграю 2-0 и на dc взять 4 вова считает что это равно то есть черные имеют здесь комфортную игру я так не считаю я считаю что белые все-таки поддавливают попробую другую другую расстановку сладей на c1 слоном на f4 и конем на d2 только что я придумал может быть это откровенный бред а может быть и нет ну по крайней мере надо как-то разнообразить наш матч иначе я думаю все зрители быстро умрут со скуки чипром хочет пойти слон d5 и c5 типичная разумеется идея для каталона и для многих других дебютов это немножко обидно потому что напрашивается конь ct чтобы этого не допустить но после конь ct моя ладьяна на c1 стоит очень глупо поэтому наверное хотел сказать хайрис перцедал но там сразу слон e4 мне нам не хватает буквально одного темпа чтобы консолидировать свой перевес и это обидно конь d2 слон d5 перцедал 4 нападая сюда это все не серьезно все равно c5 и Вова провел все что ему нужно от этой позиции да c3 конь d6 ладно сыграю конь c3 это конечно принципиально неверно я думаю но тут уже надо было принимать конкретное решение а на конь d2 Вова успел сыграть слон d5 и c5 я к сожалению ничего не нашел то есть этот экспромт в виде хода владя c1 оказался не очень удачным ничего не поделаешь зато может быть я применю в этой партии другой план то есть я не буду ставить ладий по центру а сыграю b4 одним из следующих ходов попытаюсь придержать прорыв c5 потом а3 ферз b3 конечно владя на 1 стоит глуповато но может быть ключевая особенность этой партии заключается и не в этом вова задумался слон d6 сыграно по знакомым уже мотивам а я попробую b4 вы спросите почему я допускаю сдвоение пешек около своего короля ну это опять же не я придумал типичная идея пешка уже если она переместится на f4 она очень помогает белому в плане контроля над центром другой делал что позиция сложная то есть Вова может даже сбить на f3 сейчас слон f3 c6 все стоит очень крепко и хотя с моим королем конечно сразу нет никаких проблем в принципе в будущем вот такая вот вот такое вот его положение может сказаться конь e4 конь e4 интересно если я пойду b5 конь c3 bc нет это нельзя после bc белый в рик потому что нет хода конь e2 ферз защищает что ты добро собрался делать а конь b6 может быть может быть конь b6 тогда будет ферзь d3 конь c3 bc и снова там висит много материал то есть пока не пешка на b7 ну давайте проверим а вовсе может терять конь d6 ну тогда просто ферзь d3 например или ферзь b4 и опять этот слон расположен не очень удачно я не знаю куда лучше отступить на d3 или на b4 может быть большой разницы и нет на самом деле у тебя на d3 ферзь стоит поближе к королю и меньше шансов что я пропущу конь матовую атаку неожиданно с другой стороны ферзь на b4 держит напряжением чужого коня и вова не может провести c5 или c6 сразу в вариантах а ну вообще играет конь b6 мне этот ход не нравится я не понимаю что задумано на ферзь d3 сыграю так да висят две фигуры вообще-то конь c3 mbc ну там лишняя пешка она стоит на b7 и много не мало а правда наверное она потеряется потому что у меня будет висеть на f4 после конь c3 bc конь d5 забрал сюда и забрал то есть ладья b8 потом висит на b7 висит на f4 но все равно позиция за черным там не привлекательная возьму на b7 здесь его быстро примет ход назад потому что у меня теряются драгоценные драгоценные секунды ладья b8 может быть каким-то образом можно удержать удержать эту пешку отдать на f4 но я не буду с этим связываться особенно в условиях блиц партии мне кажется после ладья b7 конь e5 у белых хороший солидный позиционный перерез и без всяких фокусов и выкрутасов могу пойти а4 а5 возможно конь на c6 заходит в целом это позиция мечта в каталоне другое дело что каталон такой девушке в нем даже позиция мечта не совсем оценка ее оценка часто не совсем очевидна даже позиция мечты посмотрим что будет делать Вова конечно ему сложнее играть в этой позиции чем мне у белых есть перевес посмотрим ферзь d6 вот немножко называют сомнения не будет ли у меня какого-то трюка сейчас ладья c6 видимо ферзь b4 ну и в принципе ладья c6 не очень гармонично расположена попадает под вилки на а4 а5 получается там в конце c6 это уже безгроза да поэтому а4 играть не стоит надо бы уже сделать путоход побыстрее ладно заведу ладью на c6 видимо просто ферзей 7 вау сыграет да теперь надо что-то тяно делать с этой ладьей сыграю ладья c5 конь a4 может какой-нибудь ладья a5 не хватает мне чуть-чуть времени чтобы стабилизировать здесь ситуацию но ладья a5 мне не понравилась последняя ферзь b4 хотя там был ход конь c6 но такие тонкости я уже видимо не способен находить да а5 пускать пожалуй не стоило пойду ферзь a3 нападаю на коня нападаю на пешку c может быть вова это земнул на самом деле но 3 секунды никак не внушают доверия есть хорошие шансы не удержать флаг правда в этот раз у вова тоже очень мало времени и конь все-таки висит да возьму здесь защищу пешку конечно конь в лице сильнее чем слон но объективно позиция в пользу белых защищаю всем пешку забираю тут наверное это зря сделано ладья c2 теперь у меня очень слабый король ферзь идет на d4 пешка водит защищена черные не могут ее брать ставлю f3 наверное было зря сделано придется защищать теперь на f3 времени очень мало поставлю король в два поплотнее все равно допускаю ферзь h3 вова это видит придется убирать короля обратно не хочу я соглашаться на ничью все-таки белые тут должны давить по идее при нормальной игре так вова допускает шах я не буду с этим связываться там есть король e7 после которого я испытываю затруднения ферзь d5 верну ферзя на e4 очень мало времени это по-моему зря сделал потому что есть шах на d4 вроде бы вечного шаха мне нет забираю здесь шах шах по вторую позицию для того чтобы набить время а вова не дает кстати неприятно дам шах отсюда теперь мне видимо грозит вечный времени очень мало придется играть так защищая ладью и бежать королем должна быть все равно выиграна но доводить до этого конечно не стоило xd5 пытаюсь играть плотнее но в итоге может быть будет не так легко уходить от всех этих шахов пока бы этих шахов нет но у меня нет решающего продолжения атаки и под среднод это может быть всегда неприятно король прячется мне нужен всего лишь один шах с линии h и тогда партия закончится я пытаюсь его подготовить грозит ферзь h2 и видимо у Вова нет защиты уже 5 туда все равно ферзь h2 и ферзь h7 ну да опять интересная концовка опять разряды этого довел был большой позиционный переезд но Вова нашел хороший шанс и началась цветнотная горячка в которой мне повезло больше спасибо всем за просмотр матч из 6 партий продолжится совсем скоро продолжается матч в этой партии мне предстоит играть черными постоянно дергаюсь и я хочу сделать не те ходы которые надо бы делать d4 шах слон e7 пока ГР жаловаться дебют дает очень интересные позиции в большинстве партий cd cd мне кажется слишком мягкий ход получается кроссбатская структура с ужасным слоном на g2 мне не нравится решение ну понятно что Вова просто хотел разнообразия как в общем-то и я в предыдущей партии я тоже выбрал далеко не самую грамотную расстановку ну вот такой кроссбат ну в принципе с чего вдруг у черных должны быть проблемы это уже слона h3 грозит он не допускает слона h3 ну собственно не допускает изменения слона я могу слона h3 сыграть или может быть не стоит подведу не знаю куладюна и 8 поставить наверное все-таки эту он может играть e4 но это приведет к образованию изолятора с явно худшими шансами у белых у меня такое ощущение что белые здесь уже должны бороться за равенство может быть слон же 5 из ряда допустил это грамотное решение Вова хочет вырубить этого коня и получить более простую для игры позицию да слон же 5 очень сильный ход зря ругал Вову за его недостаточное понимание буквально несколько секунд назад сыграй наверное кунь e4 сыграй наверное кунь e4 если сейчас Вова заберет на e7 отвечу ладья e7 будет неплохо но меня больше смущает ход комбит e4 еще мне придется брать слоном на e4 сломбит e4 и какое бы взятие я не избрал позиция менее устойчивая за черных то есть я могу уйти в уйти в разноцвет но там у черных ничего нет а мне кажется дебют давал некоторые основания рассчитывать именно мне на небольшой перевес или если я сыграю до ей позиция будет повеселее она может быть объективно уже хуже у черных но играть мне интереснее потому что после слона b3 4 слон pg5 все очень сухо и нет особых планов ни у черных ни у белых белые будут пытаться проводить атаку прященное меньшинство но в целом без коней это не очень опасно и мая игран на королевском фланге тем более не очень опасно в общем если бы нас сейчас видел бы Олег Соломлаха который записывал свои ролики про кролосмаду он был бы в ужасе просто от нашей игры ну вот так бывает ничего не поделаешь возьму этого слона не хочу ничью без борьбы слон e7 не знаю кем брать наверное ладьё я все таки дополнительно защищаю пешку b7 то есть теперь ферз свободен в своих передвижениях забросить ферзяна аштейн вова явно увидит что я грожу матом и начинает свести своего ферзяна защиту и опять ничего не произойдет поэтому она пойдет d8 хочу спровоцировать вову на движение ферзяна к другую сторону чтобы ферзя аштейн выигрывала в силе ну это конечно ход объективно не очень наверное полезный ладья d8 но в такой позиции в принципе тяжело находить полезные ходы без ферзей белые точно играют наперевес у них немножко более эластичная структура но с ферзями есть шанс зайти по оставленным белым полям шанс правда небольшой объективно ферзь h5 вова понимает что выпрыгивать надо именно сюда а не совсем не в другую сторону и играет соответствующим как он грамотно перестроит может быть ферзь e6 потом ладья d5 ферзь e6 стоит плохо потому что он мешает этой ладье подключиться в атаку в вариантах интересная проблема что некуда деть ферзя в такой позиции я могу просто пойти ладья e6 ладья f6 ферзь на d7 стоит хорошо но там вова начнет немножко цепляться к моим пешкам ну ладно сыграл ладья f6 ход не может быть очень плохим я надеюсь пока белым надо защищаться это приятно для блица да ладья f6 осмазал надо все-таки ферзь e8 наверное играть как бы это странно не выглядело или даже ферзь e6 что вот тут ферзь e4 его правильно играет и у меня немножко нет хода этой позиции то есть ферзь d5 но ферзь на d5 тоже стоит очень удачно в плане подключения в атаку но надо развязывать ладью тем более в раунтах я цепляюсь к пешке а это может иметь значение посмотрим объективно позиция как была примерно равной так и остается и в целом даже этот королл спад за белых он не опасен со словом на g2 но белые наверное не должны получать хуже все-таки это не настолько плохой дебют в раунтах меня подводит слабость последней горизонтали надо бы с этим что-то сделать b3 b3 мне не нравится ход то есть идея понятна поставить в 19.5 предварительно защитив пешку но неужели я ничего не могу сделать с помощью этих двух темпов которые мне подарили только что может быть и не могу на самом деле позиция белых достаточно стабильна да неудача приятно сыграя ладья g6 не нравится мне ход ладья g6 но сыграю так интересно куда отскочит вова теперь ладья h6 ладья на g6 в принципе делать нечего в сравнении с другими вертикалями а с волой решил уйти немножко в пассивную оборону но с другой стороны теперь да мне конечно тяжело расковырять короля а вова собирается играть по своему плану я отвечу наверное ладья h5 чтобы когда ферзь ушел на e6 белый ладья не заходил на c5 наверное это довольно достаточно грамотно но по времени опять просел может быть пора переключаться на ферзь фланг причем ладья a5 еще очень тяжело обойтись без форточки h6 эта форточка мешает мне в ряде вариантов смотря так и на королевском фланге но может быть придется так играть все равно а5 сыграю а4 последует вот там надо будет думать может быть я сделаю расширенную форточку путем h5 кстати скорее всего хорошая идея вова не думаю что может игнорировать угрозы пешки а надо что-то с этим делать позади едва ход логичный ну вот h5 где h4 h4 наверное приятное для меня изменение теперь король уже ощутимо слабый у белых ладья может зайти на f3 вот скорее всего это ладья ладья даже может пойти на f6 какие-то подъемы ладей в стиле кирилла конечно но может быть в этой позиции не обоснованы сыграю ладья f5 интересно не пропустил я сейчас тактический укол d5 надеюсь что все-таки нет а может быть и да его явно считает d5 да не исключено что это сразу уравнивает с другой стороны не надо было играть ладьей f5 другого плана нет его играет d5 так надо решать надо видимо брать тут все-таки таким образом где e4 вот я не знаю выгодно ли для меня позиция с двумя ладьями наверное попробую так сыграть шах и возьму здесь идет сыграть этой ладьей это очень неприятно сейчас после g2 хотя беру а2 сложная позиция наверное равна объективно смогу пойти ладьей 2 и сейчас вова даст вечный шаг скорее всего не думаю что он может играть на победу хулиям я тоже разумеется не могу но ничья в этой партии гарантирует мне на самом деле минимум ничью в матче пойдет ли на то вопрос в целом может быть с ферзером играть да ну не верю ладьи очень активные да вов повторяет ходы ничья хорошая партия счет становится 3-1 то есть ничья матча мне гарантирует она за победу придется еще побороться да вроде как черные получили небольшой позиционный вперед зря зевнула этот трюк с d5 не очень понятно что делать может быть здесь все-таки что-то было но я не успел сориентироваться то есть идея белых понятное дело в том что на cd есть ход лдяи 4 да тут видимо ничего не находится так так ну приходится признать что он нашел отличный ресурс и немножко неприятной позиции нашел способ уравнять потом мне пишут что предлагает сделать прерыв 3 минуты так и поступим матч продолжится совсем скоро продолжается матч с уолом михайловским тот же самый вариант каталона с ходом с б4 шаг я уже устал это повторять но партии на мой взгляд пока получаются отлично очень напряженные так что так что гэр жаловаться слон е7 слон g2 2 0 попробую ферц2 сыграть не то чтобы это был сильный ход мне просто интересно будет ли его все равно брать на c4 когда я уже обозначил что могу забрать следующим ходом в принципе если он берет то у меня нет ничего лучше чем переход к обычным брендам ну и ферц2 ход в определенном смысле менее гибкий чем ход 2 0 поэтому 3 дарю шансы избрать какой-нибудь другой ход и он это и делает украине 4 какая-то видимо каменная стенка может получиться сыграю 2 0 размер слона d2 мне не страшен Вова так не считает но мне кажется что не стоило настолько хорошо меня развивать конечно слон сильная фигура по мнению большинства людей сильнее чем пунь но 1 2 это 3 темпа черный отдали коня который сделал 3 хода за слон который сделал один при этом развив еще одну мою фигуру в принципе это нарушает большинство законов шахмат и у белых должно быть лучше но будет ли это легко доказать другой вопрос скорее всего нет попробую ей 4 пойти у белых большое перерез пространства пытаюсь это использовать с другой стороны Вове по стилю более-менее подходит эта позиция у черных нет слабости у них 2 слона в будущем это может сказаться у меня есть только перерез пространства и что конкретно с ним сделать непонятно вот например я уже не знаю куда ставить ладьи попробую на d1 на e1 но действительно ли это правильное решение не факт может вообще стоило сыграть в конце 3 как я уже говорил у черных мало пространства и не факт что размен фигурам выгоден не выгоден точнее даже такой который усиливает лиц моего ферзя в конце 3 выглядит логично не совсем понятно как после этого собираются развивать своего сна с c8 так сыграя наверное в белых нет прямого плана здесь наступления просто хочу поставить фигуру пациенту и надеяться на то что слон c8 не разовьется керзе 5 я e1 может быть хочу ладьи e5 может быть не хочу трудно сказать один из планов связан с тем чтобы все-таки организовать какое-то наступление на керлесском фланге но для этого плана пожалуй стоило разменять главного защитника что конь на f6 выполняет весьма солидный объем работы кстати грозилл d5 я об этом не упомянул но вове это разумеется не запускает правда ход оставляет такое ощущение спорное ощущение неужели ничего нет у меня конечно можно сделать какой-нибудь просто ответ исполнить конь e5 но как-то вот d5 все-таки хочется пойти неужели нет ни одного маленького трюка похоже что нет меня выбивает с планеты это немножко обидно понятно почему сейчас вроде все нормализовалось видимо просто сбой сервера d5 взяли ладья d1 ушли похоже что не получается сейчас я уже выбираю между а3 а3 и конь e5 проба а3 подгрозил b4 может быть в вариантах заодно не пустил чего слава на b4 но ход наверное слишком вялый надо было что-то делать сразу все-таки такое ощущение меня не оставляет даже конь e5 наверное было сильнее объективно ну что же особенности блица хорошо поразмыслить удается редко над ходом так нет ли d5 снова снова думаю все том же видимо в этот раз черный может просто е-д сыграть на cd хранить на g4 нет смысла так помогать сопернику отвечу кунь e5 может быть хочу все-таки все-таки хочу пойти b4 ход полка в двух концах потому что я делаю зацепку для продвижения опять со стороны черных но есть и положительные стороны потому что они перевесят но прямо хочет чтобы я нанес удар кунь f7 видимо все посчитал действительно ли он все посчитал кунь f7 кунь f7 кунь f7 ну так кунь f6 сразу возвращается видимо ничего нет а жаль да беда потому что черный очень быстро вернут коня на место это обидно если сейчас потрачу очень много времени как обычно потом мне его будет сильно не хватать уберу коня на f3 кажется коня f7 не проходит кажется могу ошибаться я даже ладья f6 там смотрел d5 смотрел ну в черный в любом случае отвечает коня f6 как-то не видно что же делать дальше так не дает еще один шанс нанести какие-нибудь тактические удары d5 давайте попробуем надо играть повеселее ход создает много рост черные должны что делать с этой пешкой иначе она в крайнем случае возьмет на c6 и там еще ладья провисает надо брать если я планировал конь d5 конечно может быть cd есть ход может быть cd сильнее ход даже в общем хочется конь d5 конь d5 ed ладья f7 там будет грозить ладья f7 может быть cd видимо просто дает белый перевес наверное все-таки сыграю так f6 может быть строй дает доверяется первому ощущению на самом деле пробую g5 5 нет времени это уже привычная ситуация вроде гаржу dc что ли могу даже ed рассмотреть правда там ладья e7 cd5 какой-то трюк проблема всех этих трюков в том что вове будет с 48 секундами легче в них разобраться чем мне с 14 опять же очень сильно меня спасает конечно добавка двух секунд после каждого хода но и в общем такая халяла которая была в предыдущих трех партнерах она в общем-то не вечна ладно наношу посмотрим что получится халюбова не бьет сразу это дает не шанс на то что время подравняется здесь может у тебя хорошая позиция все-таки фигура очень активна ладья d5 я ожидал но здесь слон d5 годит слона 8 в первую очередь та угроза от которой его должен защититься ну слон b7 я подземнул чуть-чуть если честно почему-то должен одыграть только ладья b8 принципиально взять но тогда у черных очень сильная фигура неожиданно все ну возьму пойду уже во все тяжкие а сюда вот это интересный ход беру мата мне пока нет грозит конь h7 и конь e6 вообще много что грозит если честно заброшу фигура на f5 постараюсь нагнетать давление конь h7 тебе очень сильная угроза выигрывающая просто ну и здесь конь e6 заканчивает борьбу придется сдаться вопрос о человеке я думаю что в данной позиции это равносильно сдачу интересная концовка это все надо анализировать я думаю что белые везде имели перевес и может быть вот в этой позиции сильнее я все-таки конь d5 черным при службе очень нелегко потому что после d ладья e7 возникала еще груза ладья f7 наверное будь это партия с классическим контролем времени я так бы и сыграл ну и в партии получилось неплохо всем спасибо за просмотр матч продолжится последней партией через несколько секунд последняя партия матча в каталонии с ходом б4 результат предопределен но в случае если вова сейчас победит мне кажется счет будет очень очень скользким очень близким и в полной мере будет отражать борьбу которая происходила в этом матче если же вова не победит то несмотря на то что счет будет крупный в мою пользу это будет не совсем аккуратным представлением скажем так игры которая сегодня происходила ферц2 вова тоже защищает на c4 сразу сыграет 2-0 и вот здесь на слон g2 сыграет b6 то есть у меня была классическая партия в этой позиции вот буквально месяц назад и она довольно таки неплохо для меня протекала хотя позиция после дебюта мне нравилась не слишком логично за вова смотрит ход cd я уже не могу получить кроллсбат пешка стоит на б6 но дальше мне придется играть c5 и переходить к структуре с висячими пешками конь цветы конь цветы это интересно если честно ход встречается мне в первый раз что неудивительно учитывая что основная девятьсотки у меня не ферзевый гамбит с e6 а славянка что тут можно придумать можно пойти слом b7 но выглядит слишком мягко наверное попробует c5 поэтому человек хочет получить гармоничную позицию с коньером на c6 сломаном на a6 на b7 или на e6 ну белым не думаю что белым могут пойти 2-0 но после этого после хода конь c6 все равно придется каким-то образом разбираться с центром вечно держать напряжение не получится да слово сразу берет е-д играть наверное надо хотя конь d5 даже заслужила внимания на самом деле ну пойду конь c6 почитать с висячими пешками она вообще вообще такие структуры очень интересны они требуют энергичных действий от обеих сторон дело в том что объективно в белом играть проще но вот доказать это в реальной партии тем более в блиц будет непросто я не думаю что у Вовы есть большой опыт разыгрывания позиций с висячками так же как и у меня посмотрим кому повезет больше кто будет играть лучше пока этот вопрос открыт обратите внимание оказалось бы мы играем один и тот же вариант каталона какие разные структуры на самом деле получаем мне кажется тем кто нас смотрит просто гэр жаловаться на такой матч пока выходит очень интересно опять же только мое мнение а6 могу пойти за 06 на 06 взяли взяли неприятно неприятно что будет какая-то д5 или ладь 1 слон е6 но в принципе я ничего сразу плохого не вижу если же там есть какие-то беды я могу пойти сначала слон е6 может быть это безопаснее когда ладь д1 в итоге весьма вероятно что все сведется к одному этому на самом деле е4 надо смотреть но не выглядит совсем уж плохо для меня пробу слон е6 значит может быть а6 все-таки была сильнее потому что этот ход конкретнее он сразу прояснял намерение белого слона я не думаю что у слона ж5 могут быть какие-либо иные планы здесь кроме как быть мединым на коня f6 так что в принципе может быть особого смысла подгонять и нет в общем палка о двух концах структура сложная конечно в лице разобраться с ней непросто dc8 нужно сыграть не спеша пока с f6 убираю заодно ладью из-под этого рентгена вопрос потом не проигрывали я там сразу но ощущение такое что не проигрываю черты всегда могут начать прыгать конем в случае различных комбинаций и кажется что черные держатся если белый при таком вот расположении фигуры сперзем на c2 конем на f3 и на основном g5 если белый не смогут очень сильно надавить на пешку d5 сразу то обычно позиция имеет тенденцию за черных улучшаться и улучшаться попробую доказать это в этой партии могу взять и вообще перейти к структуре с изолятором но наверное это пока плохая идея пойду h6 поэтому уже нет смысла дальше терпеть принципиальный ход за его слон f6 я думаю что он его сделает но может быть можно даже слон f4 рассмотреть в любом случае мне кажется что если его сыграет слон f4 то ход h6 окажется полезным потому что слон g5 все время оказывает неприятное давление на коня f6 соответственно косвенно на пешку d5 я буду рад если сыграет слон f4 смотрим что решит Вова может быть он вообще сыграет слон e3 хотя в это верится с трудом конечно и редкий случай уже сыграно 13 ходов и я даже пока не отстаю по времени катастрофическому да взятие произошло взятие еще одно произошло есть ход d4 наверное связываться не буду все-таки так абсолютно не понимаю в чем смысл и что задумано на коне d4 давайте проверим так так видимо это конец да немножко странное окончание матча сейчас ожидается что я не вижу ни одного ресурса продолжения байбы здесь за белых лишняя фигура это очень много тем более слоны просто разорвут позицию неудача неудача и по слову 8 на всякий случай не вернуть какую активность от этого слона и фирс b6 е5 вова пойдет получит какое то превосходство в центре но фигураль старше конечно b4 возьму с игрой ладе d8 ладе c3 или наверно шаг сначала, а потом ладе c3 ладе дам шаг ладе c3 тут у черных уже очень активная позиция потому что у них по прежнему материальный перевес думаю что а больших проблем быть не должно, но посмотрим по времени я даже в такой позиции смог просесть может быть что нибудь и выйдет перевозить слона b6, потому что на e7 была совершенно f8 a3 совершенно не рабочая диагональ диагональ a7 уже один все таки совсем другое дело b5 ну в принципе я могу пойти фирс d5 ладе d4 и все равно слон b6 фишку на 5 я просто возьму и слон следующим ходом вернется на b6 да, поэтому сыграно так ставлю фирс c4 и ладе c2 да, теперь больше всего наверное забрать и забрать на a4 не вижу особых ресурсов для сопротивления и d6 azra пропустил, конечно может где-то что-то изменит вряд ли, все-таки ладе а там висит на d3 шахов пока нет и сейчас начну гоняться за ферзен белым, как это довольно часто бывает в моих партиях дам шах отсюда белых нет удобного, вообще есть удобные пулетходы, как ни странно белый контролирует все шахующие поля ну да может было сыграть фирс c4 конечно сразу с победой, но и тут очень тяжело ну, в шахматочистине комментировать вообще нечего, Вова попытался снести флаг ну или просто продолжить борьбу, но с добавления двух секунд больших шансов у него тоже не образовалось то есть матч закончился со счетом 5-1 кажется небольшое преимущество по игре у меня было связано в первую очередь с тем, что все-таки больше опыта в этих каталонских структурах но все партии были интересные, во всех партиях была напряженная борьба, Вова показался молодцом и счет пожалуй не по игре спасибо Вове за участие за борьбу в этом матче спасибо всем кто посмотрит это видео ожидайте новых противостояний от меня с Вова и возможно от других участников группы оставайтесь с нами играйте в шахматы с вами был Никита Петров играющий с Вовой Михайловским спасибо 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 спасибо